Я не буду переобуваться, я не буду с иконой Сталина ходить, понимаешь, моя позиция такая, она странная, она нормальная. То, что, например, как ты говоришь, было с Гитлером заключены всевозможные соглашения, да, всеми были заключены, и Сталин последний, ну, как бы, все вопросы с ним решил, да, вроде бы, да, зерил его. Ну, это же глупость. Ну, как-то так, не знаю. И если бы, если бы не Ленин, да, вот в мое понимание, да, то не было вообще Второй мировой войны. Ну, как-то так. Ну, получилась история, ее уже не изменишь. Ее нужно любить такой, какая она есть. Нет, ее не надо любить, ее надо знать, и если есть свое мнение, надо иметь его. Если нет мнения, да, надо в себе его нести, наверное. Ну, по крайней мере, надо, ну, как бы, анализировать грамотно все события, которые были, да. Ну, я так считаю, я не знаю. То, что, блядь, разъебали страну, блядь, с помощью Ленина, да, я это... И вот это быдло все подняли, оно пошло, блядь, вот это вот все, это... Сколько крови было пролито. Это вообще для меня это немыслимая хуйня. Я не могу понять, что надо было втереть людям, чтобы они пошли друг друга убивать. Во имя чего? Ну, так смотри, это как раз... Какой маркетинг? Это ж ебануться, вот если как... Ленин это гениальный маркетолог, ты понимаешь? Ну, дело в том, что как раз русская революция, она кроется еще в предыдущих веках, то есть, как бы, много было иностранцев, вот именно советников царей русских, которые как раз и говорили, что нужно дать немножко свободы народу, или же это будет грозить революциям в будущем. Я понял. Ты думаешь, передержали, да? Да. Да, переборщили. И в итоге получили, скажем так, просто передозировку ненависти, которая вылилась в полнейшую кровь. То есть, ты считаешь, надо всегда русскому народу давать иллюзию свободы, да? Да, 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 это, ну, нужно вот, ну, по одной капельке в день. Да, то, что Путин делает, да? Да, да, да. Вот у него хорошая многоходовочка, всем довольны, все отлично. Про себя, про себя, да, они имеют право про себя думать все, что хотят. Но когда вот выходят на площадь, все за Россию, все за Единую Россию, за Путина. То есть, верим, да, да и прикол, что против Единой России, но за Путина, в чем прикол? Да, потому что он в этот раз выдвинулся самоведвиженцем. Он всегда был самоведвиженцем. Он всегда был, он никогда, он себя, он всегда, ну, как бы, отделялся от Единой России. То есть, вот, понимаешь, вот я барыга, да, я понимаю, что это такое, да. Это простецкие, понимаешь, маркетологические прихваты, да, это, ну, пиздец, это просто, блядь, это, ну, это настолько просто аж плакать хочется, да. Я вижу, как это халуют массы, да, и, ну, я рад за всех, ну, как-то так. Да. Моем, ну, а что, что мне? Я могу пожелать всем только сил, здоровья и терпения, вот и все, что я барыга. Да, терпение, это главный ресурс Российской Федерации, неиссякаемый ресурс. Нет, нет, это не главное. Главный ресурс, это скоммуницироваться в нужный момент, в один кулак, понимаешь, вокруг какой-нибудь идеи. Понимаешь, мне всегда вот эта вот тема, вот эти вот, ну, я еще был пацаном, да, американистом я был, да, любил там Америку, там, до определенного момента. Вот это слово такое есть, американские ценности, слышал кого-нибудь? Американские ценности. Ну, я слышал про ценности западной цивилизации. Нет, нет, вот именно дословно американские ценности. Нет, нет, хорошо, так скажем. Американская мечта, слышал такое? О, это уже, да, другое, да, совсем. There is no better way than the American way. Это называется, да, европейские ценности. Вот то, что я, я перепутал немножко, да, европейские, я не мог понять, что такое европейские ценности. Ну, я, насколько я знаю, вот именно это как раз ценности европейской западной цивилизации, то есть западная Европа, которая как раз-таки добилась успеха благодаря культуре, массовой культуре. В чем она добилась успеха? Вот, например, благодаря эпохе просвещения. Нет, в чем конкретно добилась западная культура успеха? И что такое в твоем понимании западная культура? В науке. В какой? Само слово энциклопедия. Немецкое слово. Первую энциклопедию были французы сделали, как раз в эпоху, в эпоху просвещения. Эпоху энциклопедия – это немецкое слово. Сейчас посмотрим. Этимология. Ты какой неверующий. Скажи еще, что горизонт – это не немецкое слово. Этимология. Этимология. А, нет. Это греческий. Этимология греческая? Так, витки словарь. Слушай. Происходит от греческого. Так, почему греки тогда нищие такие, как ты думаешь? Ну, может быть, потому что они были с 1454 года оккупированы турками? Нет. Они же, смотри. Турки – это часть. Я понял. Турки – это европейская культура и европейские ценности. Вот, смотри. Происходит от греческого обучения в полном круге наук. Из, значит, круг и плюс обучение. С 18 века в русском языке заимствованы через немецкие энциклопедии или французские энциклопедии? Ну, короче, я понял тебя. Да. Ну, короче, и ты прав, и я прав. На этом разойдемся, да? Да. Ну, я так вот немецкий язык-то изучал. И я так прикинул хуй к носу. Да хуя заипсанных слов. Очень много научных слов. То есть ты это и педалируешь. То есть все это, как бы, научное обоснование – это все немецкая хуйня. Немецкая, французская, итальянская. Да нету итальянцы, это гопники. Не, не, ничего. Итальянцы – ничего в культуру. Вот же тоже. Смело, смело такое заявление говорить. Ну, а что, назови что-нибудь, что принесли французы в мировую культуру. Французы? А, в науку. В науку. В науку, да. Давай. В науку. Французы, что принесли в мировую науку? Ну, например, Вольтер. Вот именно как раз он был политическим сатириком. То есть они как раз высмеивали как раз авторитарный режим. Ну, да, все, революция вот эта. Ну, это тоже, как бы, относится к политологии. А политология – это наука. Потом, сколько много экспериментов было сделано вот именно в физике, в химии. И также в геометрии во Франции как раз. Картезианский план. То есть, мне кажется, это как раз таки был французский генералка, который изучал был траекторию полета снаряда на полях сражения. Да. Продолжение следует...